Девушки отдыхают Ой, какие красивые, а пахнут-то как? А почему не в цвет твоих глаз? Меня же просил Ну, извини, Игорюк, все разобрали остальные Держи Так, секундочку, историческое фото На память Оп Так, еще, еще Оп Так, все, прошу автомобиль Ой Так Ну что, ласточка моя, взлетаем Игорюш, скажи мне, а когда ты собираешься покупать новую машину? Вот скоро меня сделают мастером участка И куплю себе новый автомобиль Скоро? Очень А это когда? Это лет через десять, двадцать? Нет, ну правда Над нами смеются все уже мои однокурсники Пусть смеются и ходят пешком А мы будем ездить в комфортабельном автомобиле О, да Да что ж Любимая, а может ты не будешь пока покупать новую машину? Может Съездим в Москву? Ну, просто хотя бы посмотрим на нее одним глазочком Ну, я тебя очень прошу А знаешь, ты подари мне, пожалуйста, путешествие в столицу за мои учебные подвиги Ну, пожалуйста, Игорюш, ну, пожалуйста Значит так, план действий такой Завтра утром идем в ЗАГС Угу И поедем в Москву свадебным путешествием Лады? Договорились Завтра в ЗАГС Потом поедем в Москву Погуляем там Присмотримся Работы подыщем Ну, вдруг повезет-то Ну, что ты нахмурился Игорюш, ну, подумай сам Что я тут в Таганроге буду делать со своими красными дипломами? Ну, куда я могу устроиться? Юристом или бухгалтером к тебе на завод? А я, между прочим, адвокатом хочу быть Людей защищать Угу Вот ты чего хочешь Солнышко, ну, ну, куда ты рвешься, ну, ну, не торопись, ну, давай поживем, насладимся друг другом Может, родим кому-нибудь, мальчика или девочку, а потом уже и сама покажет, чего да как Так, все Едем отмечать, ко мне Нет, что ты, меня родители дома ждут Твоя мама очень будет рада меня видеть Конечно Ну, что ты, ну, правда будет рада Так, все, заводись Чук-чук-чук Ну, сейчас Ну-ка Может, не домой? Ой, все работает Ой, что случилось опять? Заглохли А? Ну, что, солнышко, сейчас, я быстро Ну, и что встал-то? Ты мне выезд перегородил Девушка, одну минутку, видите, я заглох Не, подожди, а минуточка, это сколько? Да не волнуйтесь, сейчас я быстренько все починил Ты починишь, это сколько, мне ждать надо Сейчас, сейчас, провода подсоединим Провода подсоединим? Сейчас, сиди, девушка, ну, не волнуйтесь, все хорошо Вообще Анфиса Ирка Привет, Анфиса С ума может быть, откуда такая? Ой, Анфиса, я рада Это, это Игорь, мой жених Это Анфиса, моя подруга Очень приятно Очень приятно, так я, я, чего, я откуда? Я из Москвы, я вот буквально пару дней Вырвалась вот на выходные Вот машину купила, решила родителям похвастаться Спасибо, как это С ума может быть, я, главное, выехать Не могу, вы меня простите, пожалуйста Да ничего, все нормально, а я закончил, можем ехать Да, только позвоню обязательно Хорошо, да, все, давай, обязательно, я вечером позвоню Договорились Ирка О, все работает Вкуснятина Так не смей, Иришка придет, тогда и будем есть Блины у тебя, Оренька Прям соблазнительные блины Ага, да Если б к этим блинам еще и курки подать Только у нас нет ее Знаешь, почему? Ты начинай Ну Да ладно, с тобой же ничего не начнется Вон у Ленки муж И на икру зарабатывают, и на кое-что еще, между прочим Нашла с кем сравнивать, а? Ты видел ее, а? Видела? Да видела, ну Ой Жаба А ты у меня, газель Ой, ой, клоун старый, господи Лучше бы я за Петюку замуж вышла Говорили мне девки, а я дур не послушала А, им уже жыкается Иришка звонит Ну иди, открой Идем Идем Мамочка Ой, привет Добрый вечер, Ольга Петровна Здравствуйте Ой, смотри, какие мне, Игорь, цветы преподнес Да, уж редкие Поставь в базу Хорошо Мамонечка, я пригласила Игоря отпраздновать вместе с нами Очень рада Ешьте, ешьте Спасибо Так, ешь, доченька, ты заслужила Пожалуйста, прошу вас Мамочка А мы с Игорем Завтра идем в ЗАГС Куда? В ЗАГС Зачем? Ну так вы решили пожениться, Ольга Петровна А я тебя не спрашивала Ты что Хочешь судьбу мою повторить, да? С твоим-то образованием Мамочка Все, коту под хвост Ты ж хотела в Москву поехать Найти работу хорошую Обосноваться Мамочка, ну Сейчас это сложно Без опыта работы, без связи Я пока тут начну работать А там посмотрим И мы с Игорем уже все решили Мам Самому не дано? Решил дочь мою загубить, да? Мама Извините, должен идти Кое-какие дела появились Какие еще дела? Ты же отпросился, Игорь Он же сказал, кое-какие Мам, я провожу Ну не надо А блины-ка Спасибо, я наелась Да уж Ты даже как отец никчемный Не мог дочь свою вразумить, да? Можно, доченька? Уходи, пап Ну Папа, почему у меня все так плохо? Да Да Все у тебя хорошо Даже замечательно Просто ты у меня особенная Все родители так говорят Я тебя люблю, пап Я тебя тоже люблю Но Знаешь Тебе надо сходить к Игор Поговорить с ним Нехорошо получилось Хотя Мама тоже В чем-то права Да Ой Приехала Сейчас, погоди Ириска Анфиса звонит Иди, иди Пойдем Анфис Привет Привет Пойдем 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 Слушай, а тут ничего стало Ну, в Москве, наверное, круче Ну, по поводу кафе не знаю А вот после сумасшедшей недели Расслабляюсь в клубах, ресторанах Это святое Выглядишь, конечно Шикарно Это тебе Анфис Анфис Примеряй Господи, какие же красивые По-моему, классно Да, отлично Спасибо Спасибо большое Спасибо Ну что, как раньше, да? О нет Да быстрее и больше Нет Нет, я не могу Я за последний месяц Два килограмма набрала Скучно это совсем стало Да я просто в институте молодая была А теперь уж извините Нужно перечь фигуру А ты замужем? Нет Ты знаешь, даже не собираюсь Да А я вот собираюсь Да, видела я его Ну и чем дышит Работает на заводе Скоро обещают повысить Собирается покупать новую машину Перспективненько Очень Нет, ну для меня да Я люблю его Ладно, что мы обо мне Ты расскажи лучше, чем твоя фирма занимается Юридические услуги Сопровождение процедуры банкротства Ну и все такое Ух ты, как интересно Да? Нет, ну правда интересно Это не то, что мое стажерство В одной адвокатской фирме Скукотища жуткая Занимается только наследством И бракоразводным процессом И все Непонятно зачем Я так старалась в институте Тут мои красные дипломы Вообще никому не нужны Ира А что ты делаешь В этой дыре? Тебе в Москву надо У тебя ведь мозги на месте У тебя образование прекрасное Слушай, а А хочешь я поговорю с Платоном? Я думаю, он тебя возьмет Платон? Ну это владелец фирмы Платон Усачев Вот такой мужик А в деле вообще акула У него такому научишься Чего вообще в институте не узнаешь Здорово Нет, правда здорово Но если мне удастся уговорить Игоря Я просто без него не смогу уехать Так, ну ладно Давай, давай посмотрим Что тебя в будущем-то ждет Готова? Ну что, моя дорогая Брак с Игорем Дом дети Паришь, гладишь Носы подтираешь В лучшем случае работаешь На полставки в институте О, а муж у тебя дорастет До главного инженера Ой, ты смотри-ка Вы даже дачный участок купите Анфис Земле ковыряться Да идите на воздухе Ира Вот это все Анфиса Мы вообще-то любим друг друга Ну ясно Смотри сама Я тебе помощь предлагаю Потому что когда Я в Москву уехала У меня никого ведь не было А у тебя есть я Спасибо тебе Не за что Так, ладно Давай Сколько ты там съела? Съела, говорю, сколько? Один И я один Ну что? К черту фигуру Готова? Да Раз Два Три Дуешься, да? Дуются девочки А мальчики? А мальчики? А мальчики дерутся Ого, что, будем драться, да? Ой Про стебульный, да? Боец ты мой Посиди, пожалуйста, в машине А мне еще поковыряться нужны А я лучше с тобой постою Хорошо А мы с Анфисой в кафе сидели Болтали о том, о чем Она предложила помочь устроиться на работу Нет, ну я сказала, что я без тебя никуда не поеду Трепло твоя, Анфиса Зачем ты так? Ты же ее совершенно не знаешь Да сразу видно, что за штучка Игорь, между прочим, она в жизни всего добилась сама И теперь просто хочет нам помочь Спасибо, без нее пойдемте Ты что, правда не понимаешь, о чем я говорю? Я очень сильно тебя люблю Правда, очень сильно И поэтому я хочу, чтобы у нас была красивая и счастливая жизнь Неужели ты этого не хочешь? Я хочу, только мне кажется, у нас понимание о счастье какое-то разное Где оно счастье? Где-то там, на другом конце шарика, где нас нет? Мне кажется, где родился, там пригодился Все будет нормально тогда Нет, ну я же не предлагаю переезжать нам жить в Африку В другой город Упертый осел Да дело не в упертости Солнышко мое Я просто хочу жить В родном городе, там, где я родился Где у меня друзья Где Могилы моих родителей Хочу просто жить Хочу любить Хочу честно работать А не забивать себе голову Какими-то вот пустыми мечтаниями А для меня найдется место? Ну конечно Ну что ты говоришь Ты у меня на первом месте Я очень хочу, чтобы у нас была большая дружная семья Чтобы мы никогда не переставали любить друг друга Ну нет ли модель счастливой жизни? Человек создан для счастья, как птица для полета Сам придумал А я хочу покорять вершины Ну покоряй их здесь, ну в чем дело? Да нет здесь вершин Ты что, не понимаешь Тут не вершины, а одни кочки Как ты мне сейчас напоминаешь свою мать? А мне бы очень не хотелось быть похожим на твоего отца А, вот оно что А у тебя предел мечтаний Доработаться до мастера цеха, так? Да, конечно Я же посредственность И способный мечтать ни о чем высоком Именно Посредственный обыватель Что ж такое? Что ты за дура сегодня, а? Хотя я, кажется, понимаю, в кого это Замолчи Я очень тебя прошу, Игорь, замолчи Ты не имеешь права ничего говорить о моей маме Скажи, ты правда, что ли, хочешь покорить Москву красотой своей Красным дипломом своим? Да Таких, как ты, там, миллионы Миллионы Таких, как ты, миллионы Понял? А я одна Ёки-паки Подожди Подожди Подожди, прошу Ну, ну, прости меня Ну, прости, я не держался Я не знаю, что на меня нашло Ну, ты же знаешь, как Как сильно я люблю тебя Значит так Я с Анфисой уезжаю в Москву Ты поедешь со мной? Ну, что ты несешь такое? Я еще раз тебя спрашиваю Ты поедешь со мной? Нет Мамочка, ты только самое главное, не волнуйся, хорошо? Доченька, ну, как не волноваться-то, Господи? Счастье тебе, моя родная Ну, слава Богу, что ты решила, сбросила своего этого Обалдуй, наконец Мам, я не хочу об этом говорить Пиши мне, ладно? И звони обязательно, я так буду волноваться Все Ну, что, доченька, обнимемся? Ты моя, красавица моя Как приедешь, сразу звони, хорошо? Конечно Так, это ты на кого это ты уставилась-то? Господи, принесло Поехали уже Ну, поезжайте, поезжайте Ага Поезжай, доченька Поехали 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 Здравствуйте Доброе утро, шеф Вот, привела к вам свою подругу Знакомьтесь, Ирина Горохова О которой я вам говорила Здравствуйте 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 Платон Исачев Очень приятно, присаживайтесь Итак, Ирина, вы хотите у нас работать В качестве кого? В качестве кого? Образование у вас Два диплома красных Юрист и экономист Ирина Горохова Учителя Где работали? В Таганроге В Таганроге В одной юридической конторе Правда, она закрылась И это все? Ну что ж Давайте поиграем Вам известно Хотя бы теоретически Как действует юрист Обслуживающий претензии кредиторов К предприятию-должнику Когда речь уже идет К подготовке процедуры банкротства Ну, я могу дать правильную правовую оценку И предложить способы его регулирования Только после получения полной информации Ну, попробуйте Предположим, я директор предприятия-должника Здравствуйте Платон Андреевич Я представитель юридической фермы Занимающейся проблемой кредитных задолженностей Вашего предприятия Предлагайте сразу План урегулирования Ну, еще пока есть возможность Спасти ваше положение Можно рассмотреть вопрос О выкупе ваших задолженностей Иными лицами А я выкручусь Есть реальные люди Которые мне помогут Нужно только время Платон Андреевич Ну, мы же оба понимаем Что это из области фантастики Вы в такой ситуации Что помочь вам Можем только мы Ну, подумайте сами Что вам светит Увеличение долговой ямы Штрафы, пение Дополнительные проценты Потом на вас могут повесить статус мошенника Будет возбуждено уголовное дело Все, остановитесь Остановитесь Я сдаюсь Забирайте все Отлично Ну, что ж Я могу вам предложить должность секретаря Там, ну, я согласна Вырасту Красивая Сообразительная Уверенная в себе Ты где взяла такое, Анфиса? А у нас в Таганроге все такие Пойдем Пока вы оба не передумали Все Пока До свидания Счастливо Ириш, вот это на подпись И слушай, я тебя не смогу сегодня до дома подбросить Что-то случилось? Угу Платон оставляет нас на внеплановое совещание А всему виной вот это А что это? Это листорг Это кошмар нашей конторы Здесь клиенты такого наворотили Да и наши юристы тоже допустили кучу ошибок Теперь никто не знает, что с этим делать Теперь Платон попал на бабки, извергает огонь А ты, моя хорошая, поедешь домой на метро До свидания А можно взглянуть? Смотри Только сделай мне еще один экземпляр Угу Хотя этому делу все равно место В корзине для мусора Безнадега ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Платон Андреевич! Доброе утро! Кто сказал, что оно доброе? Платон Андреевич, я прошу вас, уделите мне несколько минут вашего внимания. Я занят. В каком вопрос? Это по делу люстеркой, вот. Откуда это у вас? Нашла в мусорной корзине. Я прошу вас, выслушайте меня. Ирина, займитесь своими прямыми обязанностями, а эту папку выбросите. Платон Андреевич, ну, уделите мне несколько минут. Мне кажется, что я кое-что придумала. Да неужели? Пойдемте. Вы, Ирина, либо слишком смелая, либо слишком глупая. У вас есть десять минут. Я вас слушаю. Но прежде чем вы начнете, я вас предупреждаю. Если вы зря потратите мое время, я вас уволю. Ясно? Платон Андреевич, я изучила дело. И, кажется, нашла одну лазейку. Интересно. И что за лазейка? Если заказчикам принадлежит хотя бы один процент этого предприятия, то можно воспользоваться актом 2004 года. Погодите-ка. Лариса, срочно зайди ко мне. Ну, Горохова, если у нас получится, я на вас женюсь. Ирина Валерьевна. Для меня что-нибудь есть? Платон Андреевич просил зайти ко мне. Хорошо. Доброе утро, Елена Валерьевна. Здравствуйте, Скворцов. А где ваш отчет, который должен был лежать еще вчера на моем столе? Простите, тут заменочка вышла. Послушайте меня. Я наняла вас работать, а не оттачивать умение отмазываться. Чтобы через час отчет лежал на моем столе, иначе можете искать новую работу. Вам ясно? Хорошо. Как скажете. Ну, наконец-то. Привет. Привет. Опять кофе? Ты позавтракал? Позже. Тут такое дело. У нас новый заказ. Люди серьезные, деньги хорошие. Хотят выдернуть землю из-под одного завода. Много земли. Будем мирно банкротить. Но тебе этим заниматься не впервые. Что за завод? Судоремонтный в Таганроге. Твой родной город. Кстати, имеешь какое-то представление об этом заводе? Ну да. Там мой папа работал. И мама сейчас. Она у тебя вроде в детском саду. Но она в детском саду при заводе. Насколько я понимаю, нашим клиентам сам завод не интересен. Естественно. Территория огромная. Завод ведь в долгах. И? Ну, клиент хочет выкупить долги и обанкротить завод. Есть только одна проблема. Там в договоре завода с банком есть пункт, по которому переуступка долга возможна только с согласия всеобщего собрания акционеров. Мы хотим переоформить договор за ним числом. Нужна только подпись директора, и все. Он согласен. Тебе надо будет проследить. Нет, я не поеду. Ты что, я не была там со времен, как уехала. Съездишь, родителей повидаешь. Платон, родители ко мне и так сами собирались приехать. Правда, отправь кого-нибудь другого. Я не поеду. Сергеева отправь. Поедешь только ты, и это не обсуждается. Все документы у тебя на почте. Ознакомься. Сатрап. Ириш, моя личная просьба. Ладно. Поеду после десяти часов вечера. Может, лучше на поезде. Да нет. Лучше на машине. Поужина перед отъездом. Можно. Когда мы наконец поженимся? Ну, для этого же сначала нужно составить бизнес-план этого проекта. Какая же ты у меня романтичная. Ну, ты же именно это и ценишь? И не только. А вот это мы обсудим с тобой. После моего возвращения. Галина, подготовьте мне документы. ПСРЗ есть у вас? Пожалуйста. А, вот они. Спасибо. Привет. Как дела? Привет. Ты не поверишь, Платон меня отправляет в Таганрог скупать долги нашего завода. Банкротить будут. Угу. Ты посмотри, они все-таки добились своего Миклуха Маклая проклятой. Они же ведь по всей России за гроши скупают. Да, печальная история. Ты знаешь, я бы, наверное, не смогла дать наш завод раздеребанить. Ну, это же наша работа. Нельзя же соединить профессиональное с лично. Да. Или мне революцию устраивают. Да нет, ты что? Это я так тебе просто сочувствую. Угу. Спасибо. Подготовьте остальные документы, Галина. Хорошо. Спасибо. Благодарю. Так, скоро десять. Перейдем уже к делам. А если я скажу нет? Так. Вот новый вариант договора, по которому банк не обязан получать разрешение согласия собрания акционеров на переуступку долгов. Со стороны банка уже подписан. Дело с директором. А это, это гарантийное обязательство на его имя. Он получит квартиру в новом жилом комплексе, построенном на месте завода. Отдашь ему только после того, как он подменит договор с банком. Имя директора помнишь? Сергей Иванович Колосов. Умничка. Вот это полное досье на него. Меня всегда так мучает совесть. Пристань. Не сделаем мы, сделаем другие. А если в этот раз не получится? У тебя? Скажи мне, о чем ты мечтал в детстве? Ты серьезно? Ну да. Будь успешным. В детстве. Ну что, обязательно хотеть? Быть космонавтом? Да нет. Ну, я вот, например, мечтала о маленьком домике в волшебном саду, где круглый год лето. Ты же девочка. А ты знаешь, какое любимое мое стихотворение? Ну, честно, нет. Маяковский. Если звезды зажигаются в небе, значит, кому-нибудь это нужно. Как часто ты смотришь на звезды? Каждый день. У меня даже есть моя собственная звездочка, которая сияет сейчас передо мной. Выкрутился. Проси счет твоей звездочке, пора в путь. Буду скучать. И я. А может, когда я вернусь, съездим куда-нибудь на недельку? В свадебное? Нет. Нет. Пока только отдохнуть. Ладно. Ты смотри, не ослабь свою хватку на малой родине. А то еще, не дай бог, впадешь в сентименты. У тебя сегодня настроение какое-то. Да нет. Это была минутная слабость. Сентименты в нашей профессии не приветствуются. Так, дорогой? Поезжай осторожно. Прорывай. Пойду. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, что ж ты, доченька, не предупредила, что приезжаешь? Я бы твой любимый пирожок испекла. Мамочка, ну я просто решила устроить вам сюрприз. Нет, ну на самом деле, конечно, я не собиралась к вам приезжать. Я-то вас к себе ждала, но тут пришлось срочно разбираться. Так ты говоришь, совсем плохие дела с заводом? Нехороши, это точнее. Наш завод очень важен для города. Сколько там народу работает, а что с ними будет? Папа, господи, да что ж ты пристаешь к ней с дурацкими расспросами, а? Дай ей вот после дороги хоть у тебя прийти. Я же у меня не спрашиваю, что с нашим детским садом будет. Молчи, потом поговорим. Откроешь ты уже, наконец, шампанское лениры. Ой, господи, да что ж ты сделал? Ты даже шампанское не можешь открыть, ни на что не годен. Знаешь что, неси быстрее тряпку. Мам, сейчас. Ну, может, хватит? Мама, просто хватит. Извини, я устала с дороги. Пап! Пап! – Здравствуйте. – Здравствуйте. Я к директору, Сергею Ивановичу. А его нет. Хорошо, договорились. Да, да, да. Нет говорить. Девушка, вы куда? Вам туда нельзя, девушка! Я вам перезвоню. У Лены все в порядке, я его свободна. Здравствуй. Здравствуй. Неожиданная встреча после стольких лет. У меня назначена встреча с директором Колышевым. Я представитель юридической фирмы. Ты? Я. Ясно. Правовая помощь. Должен вас разочаровать. Вчера было внеочередное собрание акционеров завода. Был выбран новый директор. Потому что стало известно, что старый директор снюхался с клиентами вашей фирмы. Новый директор – это ты? Разочарованный. Да нет. Просто как-то неожиданно. Присаживайся. Спасибо. Честно говоря, другого я бы на порог не пустил. Но давний знакомый не могу отказать и готов выслушать. Давняя знакомая, небывшая любовь, небывшая невеста. Знаешь, как-то не хочется сейчас об этом говорить. Вообще-то мы любили когда-то друг друга. Да, глупости все это. Молодые были. Мне нужен был секс, тебе внимание. Каждый получил, что хотел. Ладно, я сюда не с повинной приехала, а по делу. Ну, кто бы сомневался. Через месяц вам нужно погасить основной долг перед банком. Мы оба знаем, что заводу это не подсело. Банк подаст в суд, вас объявят банкротами. А наш клиент готов выкупить ваш долг у банка и дать заводу второй шанс. Ну, ты останешься директором. А ваши добрые самаритяне распилят завод по частям. И тысячи людей останутся на улице без работы. Думаешь, есть другие варианты? Да, есть другой выход. Пусть подают в суд. Я предложу план по сокращению расходов и отсрочу выплату долга на два года. Такие прецеденты были, у нас есть шанс. Не смеши меня. Хорошо смеется тот, кто... Но ты в курсе. Знаешь, мне нисколько не удивляет, что ты достигла успехов именно в этой области. И чувства, и судьбы людей никогда для тебя ничего не значат. Ведь так? Так. Удачи. И тебе. Да, да, они успели поменять директора. Новый директор, Игорь Сергеевич Муравьев. Нет, он на контакт не идет. Муравьев, успел-таки гад. Ладно, я на тебя управу найдем. Ира не такие дела расключила. Нужен ваш автограф. Очень смешно. Ну, главное, чтобы она к нему не прониклась. К кому? Ну как? К новому директору? Все-таки бывшая любовь. Что? И что, был роман? Да ты что? Да она чуть замуж за него не выскочила. Так, это все? Да. Спасибо. Да я и сам хотел поговорить с Ириной. А ты обрисуй картину. Ты знаешь, сколько людей без работы останется? Это им не лавочки прикрывать. Да стынь. Ну, что ты мне объясняешь? Что ты объясняешь? У меня-то уже болит душа за родной завод. А, вот Ирина. Ириш, подойди к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, пап. Привет. Это вот ребята с завода, вот с профсоюза. Это вот Николай, председатель правкома. Поговорить пришли. Понятно. Извините, но дела я не могу обсуждать с членами правкома. Да нам и так все известно. Пусть дадут нормально, спокойно работать людям. Мы тогда и завод на ноги поставим, и долги покроем. Ну, банк не может ждать, а его можно понять. Я не хочу знать, что там хочет или не может банк. Мы от своего не отступимся. Митинговать будем, голодовку объявим. Пусть лучше мы умрем от голода, чем наши дети. Ну, а ты женись сначала, папаш. Мы пришли за пониманием. За поддержкой. Не получается. Ну, что ж, мы все равно от своего не отступимся. Николай, Николай. Всего хорошего. Ну, подожди, посидим, чайку попьем, ну. Ну, не о чем тут говорить. И так все понятно. Пошли, пошли, давай. Мне очень жаль, пап. Так значит, и сговорчим оказался новый директор. Молодой еще. Без лома с рельс не сойдет. Ну, и какой план действий? Переходим к плану «Б». Надо поторопиться. Пока этот упертый чего-нибудь не выкинул. Помышь нужна? Нет, спасибо. Разберемся. Сами не проблема. Ну, смотри. На этот раз церемониться не будем. Размажем. Почему без стука? Простите, а вы тут пропустили без подписи? У меня встреча. Извините. Это что за цаца? Бухгалтер. Вернуть? Первым делом самолета. Так, на чем мы остановились? На самом интересном. У тебя, Платон Андреевич, осталась одна попытка. Не получится. Отдадим другой конторе. Не обижайся. Дело не терпит. Понятно. Не спишь, дочка? Нет. Ты пришел поговорить со мной о заводе? Нет. А тебе? Ты видела с Игорем? С директором завода. Ну, то, что он не встретил тебя с распосертыми объятиями, ничего удивительного. Я его понимаю. Вообще, дочка Игорю в жизни досталась. Три года назад у него жена умерла. Ну, сейчас дочку один воспитывает. Ну, и завод этот. Ты говоришь, это, чтобы я себя почувствовала виноватой? Нет, я просто рассказываю. Не везет парню. Да. Да и я себе свою жизнь немного по-другому представляла. Ты многого добилась. Я горжусь тобой. Да. Я думала, что я счастлива. И тут вдруг случился какой-то сбой. После встречи с Игорем? Ну, тут я тебе не советчик, дочка. Слушай сердце. Оно тебе подскажет. Да, приходи, пей чай. Да, Игорь, привет. Это я. Скажи, а мы можем с тобой встретиться, поговорить? Да, прямо сейчас, если это возможно. Хочешь, я подъеду куда угодно. Сам подъедешь. Да, я выйду. Спасибо, жду. Я могу вам чем-то помочь? Вы что творите? Я сейчас в полицию вызову! Ты живой? Помогите кто-нибудь! Пап! Папа! Что случилось, Дочка? Папа, срочно скорую вызывай! Сейчас, сейчас. Игорь, господи, что же они сделали-то? Без изменений. Показатели в норме. Угу. Кто вам разрешил? Как он? Вам нельзя здесь находиться. Позже возможно. Прошу вас. Скажите, когда он придет в сознание? Нам удалось стабилизировать его состояние, но привести его в сознание пока не под силу. Он в коме. Нет, ну есть же надежда, правда? Будем вместе надеяться на лучшее. Скажите, может, что-то нужно достать? Какие-то лекарства? Я все, что угодно достану. А, это хорошо. Очень помогли бы препараты, которых у нас даже на складе нет. Вот. Это лучшее, что вы сейчас можете для него сделать. Извините, у меня обход. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Да, Платон, привет. Все хорошо. Как ты? Ничего нового. Да нет, я работаю над этим. Послушай, я задержусь здесь ненадолго, чтобы все контролировать. Я останусь тут, ладно? Что? Нет, с Муравьевым мне больше не о чем разговаривать. Слушай, извини, правда, мне некогда говорить, ладно? Пока. Алло, Анфис, привет. Есть минуточка? Да, привет, конечно. Скажи, пожалуйста, ты можешь достать срочно, я тебя умоляю, октовигин и что-нибудь из пироцетамов? Да. Да-да, записала. А как там, Игорь? Плохо. Очень плохо. Не знаю, может, у меня, конечно, паранойя, но мне кажется, как-то вовремя на него напали. Вовремя? Для Платона. Анфис, скажи мне, а ты ничего об этом не слышал? Анфис? Ир, я не знаю. Платон что-то говорил заказчикам про размажем, но я не уверена, слышишь? Понятно. Спасибо. Ты не говори Платону, что я тебе звонила, ладно? Да. Все, спасибо. Жду лекарства. Да, окей. Пока. Что вы еще от меня хотите? Идет расследование, опрашиваем мы свидетелей. Вот вы нам очень помогли с номером и маркой машины. Ищи. И не находите, да? А они их уже давно поменяли. Вы хоть владельца-то нашли? Ирина Валерьяновна, у нас в полиции не принято посторонним о делах докладывать. Узаконитесь как адвокат пострадавшего, тогда побеседуем. Хорошо. Ну тогда я как свидетель скажу вам еще одну вещь. Я подозреваю, что нападение на Игоря связано с его профессиональной деятельностью. Вы не хотите проверить еще эту версию? Обязательно проверим. Спасибо. Спасибо. До встречи, Михаил Иосеевич. До встречи. За Иришку не беспокойся. Я о ней позабочусь. Мы справимся, я знаю. Ты сильный. У тебя получится. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Здравствуйте! А у вас в группе Муравьева? Да! А вы кто из соцслужбы? Нет, я близкий друг ее папы Игоря Муравьева Понятно! Бедная девочка! Не матери, не отцы! Ну почему же? Отец ее жив! И врачи не теряют надежды! А где она? Там! Ничего! Хорошему человеку Бог поможет! А он человек хороший! Можно к ней? Да, конечно, дядя! Привет! Меня Ира зовут! Я друг твоего папы! Это тебе! Возьми! Я скоро вернусь! Я хочу забрать ее! Куда забрать? Домой! К себе! Да вы что, шутите? Кто же вам ее отдаст? Вы даже не родственница! Да у нее вообще родственников нет! Ну это не значит, что ее может забрать каждый, кому вздумается! Так, я могу поговорить с вашей заведующей? Где она? Да вон она! Только не станет она с вами разговаривать! Спасибо! Здравствуйте! Здравствуйте! А вы заведующая, да? Ну, тогда я пойду! Конечно, да! До встречи! До свидания! До свидания! Я насчет Иришки Муравьевой! Я близкий друг ее отца, Игорь Муравьевой! Я хотела бы забрать девочку на время к себе домой! И как вам пришло в голову, что это возможно? Нет, ну, я, конечно, понимаю, что это сложно, но, может быть, можно как-то в качестве исключения? Я не могу отдавать ребенка в чужие руки! Мне тоже Иришку жалко! Хоть к тебе забирай, но у меня своих трое! Ну, а почему вам можно, а мне нет? Вы же ей тоже чужой человек! Она в садике нашем живет! Мы для нее единственная родня! Вот сегодня она у Анны, воспитательницы своей, гостить будет! Значит, мы девочку очень жалеем! Я вас поняла! Я вас поняла! Спасибо вам большое! Не за что! Мам, ну, ты понимаешь, мне отказали, потому что я никто дочке Игоря! А я ей что, бабушка, что ли? Мам, ты столько лет работаешь в этом детском саду! Тебя все знают, к тебе Иришка привыкла! Мам, ну, я прошу тебя, ну, ты можешь взять под свою ответственность-то? Господи, зачем тебе эта головная боль? Мам, за тем, что девочка в заводской пятидневке, ее отец в коме, и кроме нас у нее никого нет! Или ты хочешь, чтобы ребенка забрали в детский дом? Я хочу, чтобы ты была счастлива! Мам, ну, тогда сделай то, о чем я тебя прошу! Ну, не знаю! Не обещаю, конечно, но постараюсь! Спасибо! Иришка, вот эта тетя Ира, подруга твоего папы! Познакомься! Привет! Ну что, поедем к нам домой? Тетя Оля наготовила всякие вкуснятины! Хочешь, заедем в магазин и купим игрушек тебе! Отвези меня к папе! К папе сейчас нельзя! Можно! Иришечка, к папе пока врачи не пускают! Это тебя не пускают, а меня пустят! Он мой папа! Конечно, пустят! Но потом! Твой папа! И папа тебя очень любит! Тогда почему он меня бросил? Ириш! Ириш! Иришенька! Иришенька! Ку-ку! Ты представляешь, совсем ничего не хочет есть! Сама попросила малинового джема и тоже не хочет есть! Я не знаю, может, что-нибудь другое приготовить? Нет, мамочка, ты иди отдохни, а мы с Иришкой сами поболтаем! Да, Иришечка! Ну, ладно! Так, ты знаешь, я когда была маленькой, то я тоже очень плохо ела! И папа придумал птичек! Каких птичек? А я тебе сейчас покажу, каких птичек! Вот! Ну, чем не птички-то, а? Это разве птички? Угу! Я не маленькая, меня не обманешь! Птички-птички! Сейчас увидишь! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ой! Птичка опозорилась! Опозорилась! Ну, ладно, пойдем переоденемся и с остальными разберемся! Не спишь? Нет! Чего делаешь? Я хочу жалобу в прокуратуру написать! Следствие не двигается! Платон даже никто не думал на допрос вызывать! Ты будь осторожна, а то... Папа, не волнуйся! Я знаю, что я делаю! А, слушай, там Иришка проснулась! Я хотел ей сказку рассказать, так она меня прогнала! Может, я мать позову, а? Не надо, не надо! Я сам! Угу! Ну вот! Завтра опять будет дождь, да? Почему? А потому что ты плачешь! Неправда! Правда! Правда! Ты слышала про собирателя слез? Нет! Нет? Хочешь, расскажу! Но только ты должна тогда закрыть глаза! Давным-давно, далеко-далеко, в затерянном городе среди океана, жил-был собиратель слез. И каждый раз, когда какая-нибудь маленькая девочка плакала, он очень грустил, потому что... Лена! Тебя к телефону! Лена! Тебя к телефону! Спасибо! Спасибо. Спасибо вам большое! Скажите, я могу сейчас приехать? Хотя бы на минуточку, я вас очень прошу! Да. Спасибо. Да, я поняла. Что такое? Игорь. Игорь вышел из комы, мама. Ой. Он, он вышел из комы. Все будет хорошо. Не волнуйся. Все будет хорошо теперь. Вот машина ее. Что делать будем? Сиди, не дергайся. Алло. Тут ваша адвокатша. Вокруг директора много суетится. Как бы проблем от нее не было. Может прессануть? Ага. Принято. Сказали адвокатшу не трогать. А если она… Сказали не трогать. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как он? Можно к нему хотя бы на минуточку? Нет, нет, нельзя. Ну? Он еще очень слаб. Ему предстоит сложный восстановительный период. У него осложнения обнаружились. Какие осложнения? Возможно, он больше не сможет ходить. Пойдемте. Вам сейчас нельзя здесь находиться. Нет. Пойдемте, пойдемте. Ой, папа, устал я от маминых упреков. Ну? Мама волнуется. А меня сейчас только одно беспокоит. То, что у Игоря из-за травмы позвоночника – осложнение. Он не сможет ходить. Ну, знаешь, может быть, со временем это как-то… Да ты не забивай дочку голову мрачными мыслями. Игорю сейчас нужна твоя поддержка. А если ты раскиснешь, он тоже махнет на все рукой. Ой, папа, папа, я так устала за этот жуткий месяц. Я тебя понимаю. Вот Игоря выпишут из больницы, и мы с Иришкой переберемся к нему. Ты же возьмешь весь огонь на себя. Ну, мне не впервой. А мама побурлит-побурлит и угомонится. Спасибо, папа. Надо ехать. Куда? К Игорю. Вот так. Так что завтра поедем домой. Иришка меня еще вчера заставила все вещи собрать. А в субботу мы с ней поедем покупать палатку. Она хочет, чтобы у нас в доме был еще один маленький домик. Если будешь себя хорошо вести, то мы тебя тоже что допустим? Боюсь, что я это не въеду на своем новом транспортном средстве. Так. Это все временно. Ты будешь ходить. Все зависит от тебя. Ты слышал, что врач это сказал? Да. Но я слышал, что он и другое говорил. Я даже не хочу об этом думать и обсуждать это. И не допускаю этой мысли. И вообще, куда делось твое упрямство, Ощел? Никуда. Оно со мной. Прости меня, пожалуйста, что я тогда не остановил тебя. Я должен был поехать с тобой. Я вел себя как последний идиот. Спасибо тебе за все. Ну, как успехи? Разработал план антикризисных мер. Жестко придется пояса затянуть. Боюсь, что рабочие совсем не согласятся. Ну так надо их убедить. Люди должны понимать, что или так, или они вообще потеряют свой завод. Игорь, ты же не отказываешься за него бороться? А ты не переоцениваешь мои возможности? Нет, Игорь. Я их недооценивала. Так, все, пошли ужинать. Да нет, спасибо. Я не болден. Я покопаюсь еще. Ладно. Тогда массажист придет и вместе с ним поужинаете. Я билитолог. Массажист звучит надежней. Игорь, у тебя плохое настроение. Меня тошнит от своей беспомощности. И ведь я должен быть там, на заводе. На войну можно объявить и сидя в кресле, напишешь сегодня заявление в прокуратуру, завтра я его отнесу. Ну, а толку все равно никого не найдут. Ну, если так думать, тогда точно не найдут. Может, справимся? Да, конечно, справимся. Все, пошли ужинать. Готов? Готов. Готово. 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 Давай вставай. Давай руки. Ну, пошел. Давай. Пошел, пошел. Еще, еще. Ещё, 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 ещё. Вот. Теперь сам. Не-не, сам-сам-сам-сам-сам. Сам-сам-сам-сам. Сам. Господи. Давай. Хорошо. Слушай, может закончим сегодня? Это что значит закончил? Нет-нет. Давай, надо стараться. Давай. Пошёл. Ножками давай-давай. Так. Ещё. Вот. Вот. Всё. Что? Я больше не могу. Это что значит не могу? Нет, брат. Так дело не пойдёт. Да и ты не пойдёшь. Люди вон годами пытаются на ноги встать. А у тебя вот уже какие успехи. Давай. Вот. Молодец. Галина, где мой кофе? Возникла проблема. Платон Андреевич, сломалась кофемашина. Так подчините её. Мастер уже работает. Ну, поторопитесь. Сколько я могу ждать-то? Добрый день. В смысле, утро. Доброе. Сядь. У нас проблема. Странно, что ты, Платон Андреевич, не в курсе. Кто такая Горохова? Горохова. Это наш лучший работник. Моя невеста. И адвокат директора Муравьёва. Что? Пришёл сигнал. Она уже сбегала к прокурору. Получается, у твоей невесты от тебя большие секреты. Её ждут большие неприятности. Вот дура. Придётся удалить, сон у вас. Хорошо. Я сам этим займусь. Сегодня же. И прощаемся. Ну, что? Наконец-то уснула. А я закончил заявление для прессы. Угу. И, по-моему, ничего так получилось. Ну, посмотри. Если ещё заручиться в поддержке общественного мнения, то вообще в суде будет очень легко нам отбиваться. Угу. А может, лучше завтра? Утром? Ира. Что? Ну, уж не надо. Прости. Прости. Вымоталась? Угу. Да. Чуть с Иришкой не уснула. Ну, и уснула бы. А что ты говоришь своему московскому шефу? Что у меня всё под контролем. Что у меня всё под контролем. Ты очень сильно рискуешь. Нам нужно выкрыть немного времени. С тобой я готов рискнуть. И я с тобой. Так, тут с тебя договора. Ну, что, наше движение сопротивления набирает силу. Мы с Ириной статью отправили во все газеты. Между прочим, сам писал. Ага. Ну, я завтра пойду и на радио, и на телевидение. Может, получится договориться, чтобы сюжет в эфир пропустили. Ну, и мы завтра начинаем митинговать. Все пойдут завод защищать. Проблем-то не будет с полицией? Все на нашей стороне. Все. А народу много будет? Все наши семьи, друзья, близкие. Ну, вы тоже приходите, как семья, с дочкой. Ладно, революционеры, что ж вы чай-то не пьете с тортом? Спасибо. Я сладкого не люблю. Это я иришки принес. Спасибо. Да нет, ну, правда, может, в секунду. Да, надо, надо. Там мужики ждут. Надо новостями поделиться. Все. Не могу. Давай. Ну, всем привет от меня передавать. Давай. Ну, ведь перед вами обязательно, и ты выздоравливай. Я провожу вас. Хорошо. Спасибо. До свидания. Доченька, тут Платон Андреевич приехал, а тебя не застал. Можно я? Угу. Привет. Ну, не только ты у нас мастер сюрпризов. Да, нам нужно поговорить. Ты где сейчас? Я подъеду. Ну, хорошо, через час. Может, доберусь как-нибудь? Да, пока. Ну, через час, так через час. Ой, что же я расселась-то? Сейчас стол накрою. Вы, наверное, поголодались с дороги, а? Спасибо. Я не голоден. Ой, вы знаете, я так рада, что Иришка у вас работает. И что вы с ней так дружите. И эта дружба перейдет скоро в очень тесный союз. Да вы что, правда? Ой, какое счастье. Да что же она молчала, тихушница. А может, шампанского, а? А давайте. Здравствуйте. Здравствуй. Привет. Не важно, выглядишь. Спасибо за комплимент. Апельсиновый сок, спасибо. Здесь кто-то дров наломал. Не знаешь, кто? Если ты приехал меня отговорить, то знай, я не отступлюсь. Дорогая, в жизни я знал всего лишь одну умную женщину. Да? Это кого? Тебя, дура. Что ж ты наделала, а? Контору кидаешь. Себя подставила. Поспокойнее, ты не на своей территории. По-моему, я излишне спокоен. Послушай меня, Платон. Платон Андреевич. Ты понимаешь, что это мой город? Завод, на котором проработал всю жизнь мой отец. Сейчас работает мама, соседи. Но ты понимаешь, что я не могу. Это то же самое, как хирургу доверить апеллировать кого-то из близких. Мне сейчас не до твоей дурацкой философии. Может, ты еще своими оригинальными мыслями с клиентами поделишься, ядрена мать. Перестань на меня кричать. Да я сейчас завою. Репутацию теряю. Большие деньги. И все из-за чего? Из-за твоего бывшего. Ты же мне лжешь. Не говоришь ведь правду. Я честно выполняла все параграфы задания. До тех пор, пока не произошло покушение на Игоря. Или ты думаешь, я не понимаю, кто его организовал? Ты с ума сошла? Я обещал клиентам тебя остановить. В противном случае, они и сами тобой займутся. Не хочу тебя потерять. Почему ты пошла против меня? Если ты приложил руку в покушение на Игоря, тогда да. Может, поговорим в более уютной обстановке? В нем гостиница, например? Нет. Целее буду. Перестань, я соскучился. Да. То есть, ты хочешь сказать, что это единственная причина, ради которой ты сюда приехал? А ты думаешь, зачем я сам сюда поехал, в эту дуру? Не понимаешь, что между нами происходит. Вообще, где ты живешь, почему не с родителями? Платон, а тебе не кажется, что ты задаешь слишком много лишних вопросов? Извини, мне пора, я устала. Ты когда уезжаешь? Не собираюсь, пока не решу все вопросы в вашей дыре. Договор, который я тебе передал, и гарантийные обязательства, где? Ты извини, я не ношу документы с собой. Ну, завтра увидимся, передашь мне. Конечно. Хорошо. Пока. Можешь не провожать. Да, это я. Мне нужен адрес Муравьева. Еще раз. Понятно. Да, тут, да виделся, все нормально, да. Ну, что я еще могу сказать, я ее добью. Нет, не убью, пока. Ладно, все. Ладно, все. Здравствуйте. Игорь Сергеевич? Да, это я. Я Платон Усачев, владелец юридической фирмы в Москве, в которой работает Ирина Горохова. Могу с вами поговорить? Проходите за мной. Благодарю. О чем вы хотели со мной поговорить? Об Ирине и о вашем деле. Слушаю вас. Главное привлечь внимание СМИ и всей общественности к нашему заводу. Начало уже положено, первая статья напечатана. Дима, раздай, пусть почитают. Завтра утром общее собрание пройдет голосование за программу антикризисных мероприятий. Это единственный шанс в суде отбиться от банка и не дать обанкротить наш завод. Приедет местное телевидение. А в Москве показывать будут? Надеюсь, да. Обещали помочь. Прорвемся. На этом все побежало на радио. Папа, что случилось? Да вот, диабет у него. Я говорил, не надо принять. Он пришел, видишь? Я скорую вызываю. Алло. Здрасьте. Тут человек плохо. Таганрогский судоремонтный завод. Да, там, где объявили голодовку. Ирина талантливый юрист по банкротству. И это ее не первое дело. Но насколько она талантливый адвокат, это еще вопрос. Надеюсь, в ближайшее время я смогу вам ответить на это. То, что случилось с вами… Речь сейчас не обо мне. Понимаете, Ирина готова ввязаться в судебный процесс на стороне завода. Ее надо остановить. Если я правильно вас понимаю, вы не хотите, чтобы она принимала в этом участие. Но только с ней или без нее завод все равно будет бороться. Решать вам? Но у меня не безразлична судьба Ирины. Мы почти муж и жена. Вы муж и жена? Да, осталось только до ЗАГСа добраться. И мне очень не хотелось бы, чтобы она портила себе жизнь, ввязываясь в этот судебный процесс на вашей стороне. Нарушение профессиональной этики налицо. И это может стоить ей карьеру, а может и больше. Наши клиенты – люди серьезные, и их реакция может иметь последствия для всех. И в первую очередь для Ирины. Поэтому подумайте, что вам важнее – завод или Ирина. Я вас понял. Это все? Все. Ну что ж, я пойду, извините за беспокойство. Не утруждайте себя, я сам выйду. Всего доброго. Да, алло. Что там с адвокатом? Да все окей, вопрос решен. Завтра на заводе и общее собрание. Нужно быть, чтоб вам поверили. Естественно. Имей в виду, Платош, а это твой последний шанс. Да вы не волнуйтесь, все будет в порядке. Все под контролем. Да. Естественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я буду завтракать в своем домике. А может посидим все вместе на кухне? Ладно. Пап, а знаешь, мы решили купить котенка. Но вот я думаю, может лучше дворового взять? Мне кажется, лучше с этим повременить. Ну вот, я же говорила. Я его уговорю. А у нас секрет. Ты болтушка у меня? Не болтушка, а принцесса. Самая лучшая принцесса. Вот тебе список продуктов. Смотри, не забудь ничего. Так. Ух ты, списочек, а? У нас что, свадьба? Да нет, ванной обед. В честь приезда Платона. Иди уже, а? Я тебе запрещаю. Наша дочь не хочет жить с Платоном. Господи. Интересно, а с кем-то она хочет жить? С инвалидом, чтобы потом всю жизнь мыкаться? Ей решать, а не нам. Здрасте. Здрасте. А вы кто? Из агентства, помощница по хозяйству. Я занесу на кухню? Привет. Привет. А ты вообще помнишь, что у нас завтра в общее собрание? Телевидение должны приехать. Надо подготовиться нам. Я уже сам подготовился. Ясно. Ну и зачем ты нанял домработницу? Чтобы больше не осложнять тебе жизнь. Может быть, я сама и ты решу. Ир, я, наверное, должен сказать все, как есть. Прости меня, я... Я думал, что я опять тебя полюбил, но... Просто я обманывал себя. Я понимаю, тебе это больно слышать. Ну, видимо, в одну реку все-таки даже не войдешь. Народная мудрость, она права. Прости меня, пожалуйста. Я... Я очень тебе благодарен за все. Ну, я тебя не люблю. Я... Я пойду тогда? Да. Хорошо. Я принесла договор. Тот левый, о котором я тебе говорила. Я его оставлю. Нет, не нужно. Твоя помощь в заводе не нужна. И твое участие даже, может быть, нам навредит. Потому что ты же работала на фирму. Потом переменнулась к нам. Потом глядишь еще куда-нибудь. Офей. Личина. Твоя помощь в законе. – Привет. – Привет. Я тебе целый день дозвониться не могу. А, решил сделать очередное признание, да? Нет, просто хотел узнать, как ты. Заботливый. Можешь мне не верить, но ты мне правда не безразлична. Понимаю, приехала в родной город, встретила первую любовь, потеряла голову. С каждым может произойти, даже со мной. Да. Интересно, как бы ты поступил на моем месте? Может быть, сначала натворил глупости, потом бы взял себе в руки. Не сомневаюсь. Ну, я так понимаю, это уже пришло в себя? Да, добрые люди помогли. Вот и отлично. Сядем в машину, поедем в Москву и заживем лучше прежнего. Нет, Платон, не заживем. Не поедем мы с тобой никуда. Тем более, вместе. Заявление об уходе я тебе по факсу вышлю. Ириш, ну не глупи, я прошу тебя. Прекрати, пожалуйста. Ну и черт с тобой. Договор где? Я просил тебя принести договор и остальные документы. Обойдешься, понял? Может, Игорю не нужна моя помощь? Но вредить я ему не буду. И тебе не позволю. Понял меня? Провинциалка безмозглая. Дура! Думаешь, тебе это просто так сойдет с рук? Да от тебя мокрого места не останется. Только посмей. Да я тебя сам увольняю! Слава Богу, что она ушла от Игоря. Это Игорь попросил ее уйти. Хоть один мужественный поступок. Хватило совести не вешать на нее свои проблемы. Он это сделал ради нашей Юрины. Сейчас переживают, наверное. Не знаю. Надо бы проведать его. Угу. Еще чего. Несусь туда, куда тебя не просят. Может, у нее все с Платоном наладится. И будет ей счастье. Счастье жить с таким недотепой, как ты. Ну вот и выходила бы замуж за свою Петьку. И сейчас не поздно. Видела вчера его у магазина. Бутылки сдавал. Ты что думаешь, один Петька за мной, что ли, ухаживал? Прости. Забыл. Был еще заморский принц. Ой, вы что, опять ссоритесь? Да нет, доченька. За тебя все переживаем. Особенно мама. Дочь, а как же Платона? Все-таки такой жених. Может, вы все-таки помиритесь, а? Надеюсь, что нет, мама. Что собираешься делать, дочка? Понятия не имею. Может, в Москву вернусь, попытаюсь начать все сначала. Ну и правильно. Ты у нас умная, сильная. С тебя все получится. Игорь Сергеевич, завтрак готов. Спасибо. Иришенька, перестань, пожалуйста, встречать ничего. Не стану, когда уйдет тетя. У тети, между прочим, есть свое имя. Ее зовут Маша. Будьте ей, пожалуйста, повежливее. Хочу, чтобы тетя ушла. Так, все, ты наказана. Иди в свою комнату. Я хочу, чтобы Ирина вернулась. Спасибо вам большое. Мы сегодня справимся сами. Вы можете идти. До завтра. До завтра. Доченька, Ирина не сможет к нам вернуться. Почему? Мы ей надоели. Нет, просто у нее своя жизнь. А у нас своя. Она нас бросила. Ну, я сам попросил ее уйти. И потом у нее в Москве работа и жених есть. Это тот противный, приходил, который ты лучше. Ну, не у всех же такой хороший вкус, как у тебя. Иди сюда. Ирочка, как приедешь, обязательно сразу позвони. Поняла? Я всегда очень сильно волнуюсь. Конечно, мамочка. Обязательно позвони. Все, жду. Ну, все. Ну, давай, доченька. Папочка. Все, и аккуратней за рулем. Обязательно, конечно. Садись. Пока. Ты вернулась. Я знала, что ты придешь. Ты как казался, он всегда будешь со мной, да? Это тебе, моя хорошая. Я... Я, к сожалению, пришла попрощаться. Жаль. К жениху едешь. Кому, с чего ты взяла? Папа сказал, что у тебя жених. Он к нам приходил. Противный. Когда приходил? Не знаю. Недавно. До того, как в Рэкинбок к нам ходить стала. Так. Хорошая моя, я побежала. Не уезжай. Я никогда тебя не брошу. Я тебе обещаю. Никогда. Я, как Карлсон, всегда буду возвращаться. Веришь мне? Я обещаю. Здравствуйте. Сегодня вы, общее собрание акционеров, должны принять решение, согласны ли вы на мою программу антикризисных мероприятий. Нам придется с вами понизить зарплаты. Нам придется закрыть несколько убыточных цехов. Но все это позволит нам сократить расходы. И рассчитаться по кредитам в ближайшие два года. Я знаю, я знаю, что будет тяжело. Но мне кажется, что это единственный шанс, который поможет нам отсрочить выплату наших долгов. Что я хочу сказать. На этом заводе работали наши родители. И мне бы очень хотелось, чтобы здесь работали наши дети. Главное сейчас не дать разрушить все то, что десятками лет создавали наши деды и наши отцы. Витя, я стою на своих ногах. Мне кажется, что вместе с вами мы поднимем на ноги наш завод. Все вы хорошо знаете меня не один год. Ну что, затянем потуже пояса? Конечно. Отдадим завод к столичной харе! Спасибо, спасибо. Извините, что встреваю. Могу я сказать несколько слов от имени столичной харе? Мы, может, и не идеальны, и не всем нравимся, но у нас есть одно достоинство. Мы научены горьким опытом не верить красивым словам. Игорь Сергеевич обещает спасти ваш завод. Что ж, дело хорошее, но могу я у вас спросить. Ваш предыдущий директор разве не давал вам красивых обещаний, а сам довел завод вот до такого состояния? Вы оглянитесь, везде разруха. Потому что разруха была в головах людей, которые вами управляли. Игорь Сергеевич, к моему сожалению, здесь не исключение. Что он может дать вам? Одни обещания? А мы предлагаем реальный результат. Посмотрите. Это завод, выкупленный моими клиентами два года назад. Новые цеха, новое оборудование, поликлиника и детский сад. И если вы позволите банку перекупить нам ваши долги, ваш завод будет выглядеть точно так же. А если вам дороже красивые слова, пожалуйста, следуйте за своим директором. Про красивые слова, Платон Андреевич, вы знаете, как никто другой. Особенно, если эти слова гроша Ломанова не стоят. Не знаю, откуда он взял эти красивые картинки, но никакого отношения к вашему заводу и к его клиентам они не имеют. На месте вашего завода эти люди собираются построить элитное жилье и гольф-клуб. Это говорит человек, который был уволен из нашей фирмы за профнепригодность. Ну да, потому что профпригодность считается у вас полным отсутствием совести? Тогда да, Платон Андреевич. Вот доказательства, что ваш завод готовят к сносу. Если вы хотите остаться без работы, тогда, пожалуйста, голосуйте за этого мерзавца. А если нет, тогда послушайте Игоря. Это самый добрый и порядочный человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни. Когда-то я не поверила в него и не поверила его обещаниям, хотя он был готов ради меня на все. Точно так же, как он готов на все сейчас ради вас и ради вашего завода. Я призываю вас! Прислушайтесь к своему сердцу и подумайте, кого вы выбираете. Человека, который был с вами годами и доказывал вам свою порядочность и честность или человека, который строит воздушные замки из пустых обещаний. Выбор за вами! Мерзает! Все правда! Все правда! Здесь сказано, что на месте завода построят жилой комплекс. И наш старый директор завода должен был там квартирку получить. В чем дело? Ваши клиенты хотят поговорить с вами. Я сейчас занят. Нет-нет, именно сейчас. Спасибо вам за поддержку. Ну что, спасем вместе наш завод? Гюджик! Ваша! Папад! АПЛОДИСМЕНТЫ К intéressают! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Гюджик! Ваша! Гюджик! 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 Ты прости меня, Игорь, но чуть не запудрил в мозги свино-то это. Ну, кому-то, может, и запудрили, а мне лично нет. Давай, Игорь, реализуй свою программу. Спасибо. Сравнёмся. Не впервой. Спасибо. Спасибо. Папа, папа. Привет, мои хорошие. Спасибо вам большое. Мы сами потихонечку наковыляем. Хорошо. До свидания. До свидания. Ириш! Привет. Пойдём к папе. Пойдём. Ну что, мы теперь вместе? До конца жизни. Вот Ирина обещала, что вернётся, и вернулась, а ты обещания не выполняешь. Я? Да. Когда это? Котёнка обещал купить? И где? Да не было такого. Было, было. Ира, скажи. Было, было. А я предлагаю прямо сейчас нам всем поехать и купить котёнка. Ну, я не против. Я знаю отличный супермаркет, где продают прекрасных котят. Чёрных, белых, рыжих. Даже правил. Рыженька, а ты какого котёнка хочешь? Рыжего. Рыжего? Всё. Тогда едем и выбираем самого-самого рыжего великата. И тебя мы больше не спрашиваем. Мы с Иришей приняли уже. Всё-всё-всё, я молчу. Ну ты молчу. Да, Ириша? Рыжий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok